Уже традиционно на плановых совещаниях в мэрии Воронежа накануне летнего периода особое внимание уделяется организации отдыха детей. С докладом выступила руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова. В рамках летней кампании по организации отдыха детей в 2019 году будет организован досуг, отдых и занятость детей городского округа город Воронеж следующими формами. Традиционно в летний период будут работать 12 стационарных детских лагерей, 4 из них ведомственных и одна спортивная база. Данные лагеря примут на отдых почти 8 тысяч детей, в том числе 4300 детей муниципальные лагеря. Таким образом, сохранить охват детей отдыхом в условиях стационарных детских лагерей на уровне прошлого года наша основная задача. Заметные изменения произойдут в работе пришкольных лагерей отдыха. С 1 по 28 июня откроются 102 пришкольных лагеря с дневным пребыванием детей. Они примут на отдых более 3300 детей. По сравнению с прошлым годом в рамках выделенных субсидий из областного бюджета охват детей данной формы отдыха снизится, но при этом увеличится период пребывания ребенка. В этом году будет ребенок пребывать в дневном лагере 21 день. Напомню, что в прошлом году это было 14 дней. Это существенно повлияет на качество детского отдыха и оздоровление ребенка. Стоимость набора продуктов питания в день на одного ребенка в пришкольном лагере утверждена в размере 102 рубля 80 копеек. Учитывая, что будут также определены накладные расходы на приготовление пищи, примерная планируемая доплата родителей за путевку в пришкольный лагерь на 21 день в составе 2277 рублей при двухразовом питании и на 21 день при трехразовом питании с полдником 3218 рублей. Из наших пришкольных лагерей из 102 планируется, что 16 будут работать с дневным сном, соответственно, с трехразовым питанием. По-прежнему одной из популярных форм детского отдыха являются профильные лагеря. 22 пятидневных профильных смены учреждений дополнительного образования планируются к проведению в августе на базе муниципального лагеря «Костер». В них примут участие 375 детей. Направленности различные – художественно-эстетическое, естественно-научное и спортивное. Охват детей данной формы отдыха за счет средств областного бюджета снизится за счет уменьшения финансирования. В прошлом году мы оздоровили 500 детей. Тем не менее, этим летом планируется увеличение количества палаточных лагерей. Традиционно за счет бюджетных средств будет организован наш уже брендовый палаточный лагерь «Седьмой континент» на базе лагеря «Зарница» Петропавловского района для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там отдохнут 73 ребенка. За родительские средства планируется проведение палаточного лагеря к краеведческой направленности на базе лагеря «Заря» Борисоглебского района. В нем примут участие 20 детей. На территории лагеря «Защитник», который, напомню, не является действующим лагерем, но ежегодно мы его превращаем в площадку для палаточного лагеря. Планируется проведение 8 палаточных смен с дневным пребыванием, которые организуются на базе нашего лагеря стационарного общественной организации «Искра». Семидневный спортивный лагерь на базе спортивной школы номер 18 и оборонно-спортивный лагерь «Сбор военно-патриотических клубов» примут на отдых более 300 детей. Всего такой нестационарной, но очень интересной формой отдыха, как профильные палаточные лагеря, будут охвачены 2000 школьников. Всего в летний период 2019 года всеми формами отдыха будет охвачено не менее 70 тысяч детей, что соответствует уровню предыдущего года.